Пять творческих коллективов на одной сцене. Московский государственный театр под руководством Геннадия Чихачева стал площадкой первого международного фестиваля музыкальных спектаклей. Артисты из Казахстана и из разных уголков России съехали сюда, чтобы удивить своим актерским мастерством самых маленьких зрителей. Театр Чихачева врачует искусством души зрителей уже более 30 лет. Его артисты первыми в стране завоевали расположение самых маленьких зрителей. В 1995 году театр пригласил малышей на музыкальный спектакль с оркестром и навсегда покорил их сердца. С тех пор сказочные персонажи в исполнении труппы Геннадия Чихачева – лучшие друзья юных ценителей искусства. Дети стали занимать места в зрительных залах и других театров страны и зарубежья. На несколько дней их труппы съехали с театра Чихачева, чтобы показать свое мастерство. Театральными критиками, конечно же, стали малыши. «Мы ходим постоянно, практически на все спектакли, потому что, ну, я скажу, что оно того стоит, и коллективы, и все поставлено так, что дети с восторгом выходят». Родителям тоже будет интересно. В репертуаре театра не только детские сказки. Мюзиклы «Три мушкетера», «Человек-амфибия» Анна Каренина, музыкальная комедия «Женитьба» Бальзаминова увлекут сюжетом подрастающее и старшее поколение зрителей. Артисты исполнят партии под аккомпанемент малого симфонического оркестра. «У нас репертуар сделан так, что ребенок может прийти в три года и всю свою жизнь ходить только к нам. Потому что для каждого возраста человека у нас есть свой спектакль». Угодить зрителям всех возрастов театр Чехачева готов этой зимой. Для своих гостей он приготовил сразу два новогодних подарка. Атмосферу праздника создадут музыкальные сказки «Новогодние приключения лисы Алисы и кота Базилио» и «Подводная тайна змея Горыныча». Увидеть их на сцене можно в декабре. Билеты уже в кассах. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.